Мы направляемся в поселок Октябрьский, иногда его еще называют Четвертый район. Поселковый совет Октябрьский официально был зарегистрирован в апреле 1946 года и возник он в связи со строительством шахт номер 5 и 6. В начале 1949 года в Октябрьский поселковый совет входили поселки Четвертого района, такие как Сырьегинский, Седловая, Холмерью, Аичигинский, несколько шахт, Пятое отделение Печорстроя, Шахта управления номер 2 и другие подразделения. В 1956 году в состав Октябрьского поселкового совета входила только железнодорожная станция Седловая, а в 1960 остался лишь сам поселок Октябрьский. Самая большая численность была зарегистрирована в 1959 году, чуть больше 10 тысяч человек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Октябрьский попал под ликвидацию в начале 2000 года. В сентябре 2007 года в нем проживало всего 39 семей. Субтитры создавал DimaTorzok Забегая вперед, хочу сказать, что поселок не вызвал у меня каких-то чувств, как это произошло на Советском. где большой контраст вызывали улицы, застроенные домами, но в то же время дома эти были пустыми, а многие квартиры просто брошенными. Видимо, сказалось то, что Октябрьский разрушен полностью, и представить, каким он был раньше, теперь не представляется возможным. Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет! Ну вот, мы подъехали к воинской части со стороны поселка Октябрьский. Воинская часть действующая, она работает. Здесь с этой стороны закрыта. Конечно, саму воинскую часть проехать нельзя и поснимать нельзя. Но вот с этой стороны, конечно, подъехать и поснимать. Вот этот вот разрушенный дом уже остался. И вот этот вот можно. Хотели мы снять панораму с этого ракурса поселка, но под вечер выскочило солнышко у нас, выглянуло, то есть, и против солнца, конечно же, наверное, не получится у нас снять. Хотя на горизонте какие-то строения уже все равно проглядываются, видны. А вон там, вдалеке, это северный, да? Нет. Нет? Северный с той стороны. А что это за поселок? Я вообще не сильна в наших поселках, поэтому я не знаю, какие поселки друг с другом расположены. Не могу вам сказать, что это там на горизонте мы видим. Там Варгашор. Вот это Варгашор? Да. Вот этот, близко который. Там Варгашор, там Таморский. Ага. Аборгашор. Ну все, возможно. Что, пройдемся? Северный слад наш справа. А, он правее. Да, октябрьский. Да, октябрьский, потом северный. Ага, о, там какая-то пыль. А, ну да, конечно же, вот же там северный. Как раз вот теперь вижу, да. А приблизить я не могу, потому что будет смазанная картинка. Поэтому только так. Зашла, я заглянула внутрь этого здания. Это не жилое здание, это, скорее всего, какое-то казенное учреждение было. Наверное, что-то типа КПП. А здание, смотрите, как интересно. Внизу гаражи были. У нас же в Иркутине все такие построенные дома, чтобы внизу гаражи были. А, к домику-то не пройти. И, видите, струнка. И двери, скорее всего, там закрыты. Замуровали демоны. Сейчас поедем вниз и начнем уже оттуда снимать все, что осталось на поселке. Но на поселке почти ничего не осталось. Есть здание разрушенной школы, детский садик, больница и еще что-то. Посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь уже, наверное, начинается поселок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давайте по традиции снимем сначала школу. Это мы сейчас отчасти приехали в поселок. Школа здесь, конечно, в таком вообще в плачевном состоянии. Остался один остов. Не то, что как на советском. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Школа номер четыре. А на Руднике была школа номер три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, устоять бы. Ух ты! Так. А, я смотрю, здесь такой же был, такая же была планировка, как и на советском. Получается, что вон там вниз должны быть ступеньки в спортзал. Ну, сейчас пойдем посмотрим, так это или не так. Ну, да. Все так, как я и думала. Вот мой проход в спортзал, который уже полностью завален. Ну, вот здесь вот была лестница на второй и на третий. Даже на третий этаж. Трехэтажная школа была. Здесь уже балка проломилась почти. В серединке, вон, видите? Провисает. Скоро обрушится полностью. Я так подозреваю, что на Октябрьском школа все-таки была поновее, потому что она больше. Да, не больше, чем вот эта вот. Задние двери такие маленькие. Даже непривычно. Ну, вы знаете, это и вправду садик. Как-то он мало похож на сад. Прям совсем не похож. Ну, в это я здание даже не стала заходить, потому что там ничего интересного нет абсолютно. Стены и стены. Ничего такого антуражного там не осталось. Так, и получается, что у нас вот это здание еще осталось более-менее целое, которое слева. Это, скорее всего, был жилой дом. И вот это вот психиатрическая больница. Ну, сейчас пойдем туда. Там еще погуляем около этих зданий. Психиатрическая больница. Звучит, конечно, жутковато. Кассеты валяются. Машины, кстати говоря, по этому поселку ездят тоже. Туда-сюда, туда-сюда. Людям, видимо, тоже нравится ходить по загрошкам. Но многие любят сталк. И я в их числе. А здесь, наверное, вообще был когда-то видеосалон. Смотрите-ка. Маска смерти. Жар ночи. Боевики. И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества. И шла она десяти лет. Одиночество Индии. А вон там фильм «Убить любой ценой». Новый супер-боевик. Обалдеть. Точно, наверное, какой-то видеосалон был. Что, давайте туда сходим. Так, а что бы ухватиться? Здесь, как и в школе, в спортзале я вам не стала показывать. Все тоже почему-то весь пол завален вот этими вот какими-то шлангами. Или это не шланги. Я не знаю, что такое. Там тоже кассеты валяются. И капает с потолка. Видите, сырость какая. Смотрите, как сегодня много комаров. А здесь такая дверка. Что-то она здесь открывалась и закрывалась. Что-то здесь принимали. Кого-то. Или что-то. Табличка валяется. Не болтать, наверное, было написано. Ну, короче, я вышла оттуда изнутри, потому что там прохода не было. Пойдем попробуем здесь. Ну, да. И здесь тоже не походишь много. Ну, так неинтересно. Я просто думала, что я смогу попасть в вот эту маленькую комнатку. Ну, к ней невозможно подобраться. Ладно, пойдемте дальше. Короче, здесь тоже снимать нечего. Все уж давно разобрано. Остались только красивые стены. Некогда красивые они были. Больше ничего. Наверное, еще история осталась. Ну, ладно, давайте мы теперь от больницы перейдем ко второму зданию. Это же непонятно, что это было за строение с большими окнами, что ли. Большие такие прям были проемы. Череда комнат или залов. Тоже не до конца понятно мне сооружение, что это было. Ну, здесь вот в большой зале, вот в этой, остались еще какие-то куски лепнины. Ну, не лепнина, а как вот раньше украшали эти помещения. Хотя, если вот смотреть по остаткам вот этих вот пружин, здесь наверняка тоже какая-то больница находилась. Там еще сетки лежат. Ну, хорошо. Отойдем от этого сооружения тогда. И осталось у нас вот это вот здание жилое, последнее. Посмотрим. Здесь все то же самое, все перекрытия сломаны. Заходить внутрь вообще бесполезно. Не то, что бесполезно, а смысла нет. Кованая решеточка еще там наверху осталась. Ну, а внизу, наверное, раньше располагался магазин. Здесь внутри еще что-то осталось. Входная дверь вот в этот магазин. Большой засов, который закрывал эти двери. Наверх туго, вниз быстро. Вот такие дверки. массивный крючок опять же. Что он закрывал вот сюда? Наверное, да. Вот это да. Ух ты, какой он тяжелый. Ну, и в самом внутри, в этом помещении снимать тоже абсолютно нечего. А вот так выглядит дворик этого дома с внутренней стороны. Ну, ладно, давайте посмотрим. Мне кажется, что наверху есть пара квартир, где сохранился пол. Если это здание не рухнет, считайте, что нам с вами повезло. Нет, не пойду. Что-то мне страшно. В общем, здесь все вот так. вот так. Попрощались с поселком и поехали обратно. И вы знаете, скоро, наверное, на этот поселок уже невозможно будет заехать, потому что здесь прокладывают трубы. Их, наверное, не будут прятать. Их просто вот так вот через дорогу кинут и все. А, ну здесь одна идет ветка. Мне очень показалось, что это вторая одна. Сегодня немножко сыра. Ну правильно, сегодня после затяжного опять холодного месяца только первый день плюс 16 градусов. Времечко уже вечернее. Без 28. Для любителей пособирать красивые камешки здесь просто раздует. Много всего интересного можно найти. Продолжение следует... Это же просто красота. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В кустах у них цвет такой интересный. На камере опять этого не видно. Они не совсем желтенькие, они немножко такие зеленоватые. Нет, не видно. Красота. Импровизированный столик, стул, скатерть вон спрятана. Костровещи и мангальчик. Все, что нужно для хорошего отдыха. Я хожу и проверяю эти валуны. Помните, на Плещеевом озере есть большой валун синий и он теплый. Я тоже тут хожу и проверяю. А вдруг у нас тоже есть такой? Нет, жаль, но они все холодные. Нет у нас теплого валуна. А было бы так замечательно, если бы в наших краях появился чудодейственный камень. Теперь надо как-то перейти. Музыка. 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 Продолжение следует...